...во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали Евангелие о слепом. То есть, Господь проходил мимо человека, который слепорожденный, полусслепой. Ученики спросили, Господи, а кто виноват? Он, кто согрешил? Он или родители? Господь говорит, не он, не родители, но явится на нем дела Божии. И мы можем подумать, сразу без там помыслки, какой Бог жестокий, для того, чтобы показать себя, когда человек там сколько лет был слепым, а не так, на самом деле. Иначе я-то есть. Скорее всего, родился. Скорее всего, раз родился слепым. Скорее всего, так часто и бывает. Но не будет же Бог говорить, вот он грешен в этом, он в этом, он в этом. Как некогда к священникам подходит, там тоже, типа, чуть ли не грех, скажи. Да никогда вы не услышите греха чужого. Так не положено, нельзя. И Бог, вот. То есть, он по своей... То есть, был бы человек, но он в месте, он сказал, не ваше дело. Был бы человек, Господь, и вот такая любовь, и вот такое смирение. Потому что ни родители, ни он, но явятся дела Божии. А нам без сразу поцовут, другое. Ага. Вот как несправедливую ты жизнь. Да нет. Виноваты родители. Но Господь по любви и смирению, и поскольку он прощает всем грехи, никогда не скажет, кто виноват. Так же, как и любой священник не скажет, кто виноват, кто грешен. И даже так вот, в своей богатой практике, очень часто, когда много исповедуешь, и священник, пожалуйста, не только с грехами, он чаще всего с болячками приходит, с проблемами приходит. И священник хорошо знает, от какого греха какая болезнь. И какая проблема, от какого греха. Это священник сразу знает. И когда скажут, священник знает, от какого греха какая болезнь. Ага. Какие у меня грехи, раз у таких-то болезней. То есть, типа, а ну скажи, я тебя проверю. И естественно, священник не будет говорить на эту тему, уклонится. Потому что нельзя грехи говорить. Так и Господь. Ладно. Далее. Что Бог говорит? Вы пребываете во дне и видите свет. А те, кто не пребывает во дне, тот света не видит. Кто есть? Кто с Богом? Тот видит свет Божьей благодати, тот видит свет истины. И кто живет без Бога, без святой воли Божьей, тот пребывает во тьме. И тот слепой духовно, в первую очередь, духовно слепой. И вот сейчас мы проведем параллель. Слепой прозрел. Но медленно. То есть, давайте так. Одного Бог просто воскресил. Другого Бог сказал, встань и ходи. Возьми посетницу и ходи. Так? А этот Бог плюнул на землю. Сделал грязь, глаза помазал. А вперед, иди в купель села Амскую, там умойся и прозришь. Бог всемогущий. Он мог слово сказать. Или как, когда римский сотник, ну, по нашему командиру, кроты, пришел, смотри, там, дочь моя умирает. Он, сейчас приду. Нет. Ты скажи слово, и она исцелеет. Вот веры во всем Израиле, такой веры не видит какой-то. Римлянина, у этого римского командира. А здесь мы что видим? Господь плюнул, сделал грязь, намазал глаза. Говорит, иди в купель славу. Для чего и почему? Потому что человек спросил у Бога исцеления, хотел исцеления, но до конца не верил. До конца не верил. Ему нужно было какое-то магическое действие. И Бог опять, нисходя к нашим немощам, знает, что именно только когда будет магическое действие, чисто символическое, не магическое, символическое действие. Грязь, купель славу, причем купель славу, это что? Это источники, данные Богом Отцом. Купель овчу купель, славу купель, где люди получали исцеление, еще от Бога Отца, Ветхого Завета. То есть, сделал грязь, ну опять грязь, что такое, символ земля, мы все из земли, опять символика есть. Иди в купель, которую Бог Отец нам дал. То есть, потому что ты сильно не веришь. Давай так. И вот он прозрел, его стали сразу терзать. Кто, что, чего. Вот человек по имени Иисус плюнул, сделал грязь, намал глаза пославную купель славу, и я прозрел. Да не может быть там точно пятый десятый. Другой раз. Ну-ка, расскажи нам подробненько, что, что, чего. Он говорит, пророк. Опять, какой пророк, ты что? Пророк субботу не нарушает. Во-первых, суббота, день Божий. Бог не только во все дни, только во все дни Божьи. Но суббота, когда Бог почувствовал, это его день. Вот в субботу много делали. Люди сразу, нарушил субботу. Кому? Кому? Богу указывал. Ты нарушил. Твою же субботу нарушил. Ну ладно, они от непонимания суббота. Какой он пророк? Далее. Опять вызывает. Там родители вызывали. Они уклонились. Он взрослый, все понимает. А они постановили. Кто признает Иисуса Христа Сыным Божиим, это хотя бы пророком, отлучить от седоводья. Родители убоялись. Ладно. Скажет сам. Опять еще раз вызывает. Кто тебя исцелил? Ну так это, я же вам сказал так и так. Не может правильно писать. Вот не знаю, какой он грешник, не грешник, но он меня исцелил. Значит, он от Бога. И последний этап. Господь встречает его в церкви. И говорит, а веруешь ли ты в Иисуса Христа Сына Божия? Верую, говорит Господи, а кто он пред тобой? Еще говорит, верую и исповедую, поклонился ему. То есть, вот этап прозревания. Сначала ему нужно было какое-то... Он даже не верил, что его исцелят. У него нужно какое-то действие было физическое. Дальше. Пророк. Дальше. Не может человек такие вещи творить. Дальше. По вере в Иисус Сын Божий. Постепенно, по этапу духовного прозревания. Если там римские сотни, когда-нибудь другие, они сразу прозрели так, что он постепенно прозревал. Но прозрел. И Бог его ввел к себе, так его постепенно. И Господь говорит, который пребывает в дне, ну днем, видит свет. Который не хотел быть днем, в дне. Так, я не могу свет видеть. Человек был в вадьме физической, но прозрел и духовно, и физически. Да, мы сейчас пребываем в благодати Божьей. Мы христиане, мы исповедуемся, мы пречаемся. То есть, благодать того, Духа нас просвещает. Соединяясь с телом и кровью Господа Иисуса Христа, с телом Божьим, мы просвещаемся. Мы и освящаемся, и просвещаемся, и одухотворяемся. То есть, мы получаем и жизнь, и свет. И сами становятся просветленными, и просвещенными. И давайте представим, ну все, ну кто чаще, кто реже, пречащимся, пойдем все. А давайте представим, без церкви пожить, года два, три, четыре, в храм находить, не пречаться, вот так, прикинь, ну сдуреешь, плохо будет, погано, на душе будет, уныние, отчаяние, тоска, депрессия, чего-то не хватает. Ну короче, это тебе писать словами, без церкви. А здесь мы просвещаемся. Мы духовно все имеем. Да, мы тоже грешим, тоже грешим, тоже недостойным, и горды, и не осуждение многих грехов. Но однако, однако, мы просвещены, в той или иной степени, зависимо от наших грехов, но мы просвещены. А люди, которые кричали, человек, покайся, он грешник, он суббот нарушил, то есть у них свой закон. Точно так же сейчас от многих приходится, вроде, я в Бога верую, но опять же, причем это каждый день с этим сталкиваешься. Нет, я думаю так, нет, я считаю так, ну да, церковь хорошо, но пречаться мне не нужно, это мне не нужно, я так, я тут, я, 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 я. Это слепые люди. И что еще мы сейчас слепим тем, то есть, во-первых, гордыней. Во-вторых, нам еще дьявол предложил духовную тень в виде зазеркалья. То, что за экранами смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и так далее. То есть, почему это? Некоторые говорили, технический прогресс. Ну, прогресс это железки, да, там, диоды, триоды, транзисторы, микросхемы, то есть, уже транзисторов вряд ли найдешь, а интегральные микросхемы, или как что-то, микрочипы, по-английски. Хотя, хотя даже, если по-русски, интегральная микросхема отражает смысл. Поехали учим, что такое? Кристаллы. А кристаллы? И песок, кристалл, и сахар, кристалл, и соль, кристалл. Язык более тупой. Меньше отражает смыслом. Но мы его им пользуемся уже, тупым языком английским. Но дело не в этом. А дело в том, что не важно, там, теристы, транзисторы, фористы, интегральные микросхемы, или еще что-то, так не важно. Это техническая часть прогресса. Хотя он не спрогрессировал. За последние 70-х годов прогресса нет. Есть только дошлифовка, дошлифовка. Прогресса нет, как таково. Но дело не в этом. А дело в том, что не важно, какие там детали, а важно в том, что за экраном мы видим виртуальный мир. То есть оно есть, но его нет, как тень. Она есть, но ее нет. Вот что самое, главное, что самое страшное. Мы после Рождества там на святках в законе сене и писать. То есть в законе тени и писание образ вилеверный. То есть тень, тень смертная. То есть свет божества и тень смерти. Значит, то, что мы видим там, это зазеркалье, это тень. Тень смерти. То есть оно есть, но его нет. То есть как тень. Она есть, но ее нет. И эта тень нас слепит. Мы становимся слепыми. Я говорю еще раз, потому что мы, если у нас самолюбие, упрямство, своеволие, своенравие, самомнение, самнадеяние, самоверие, строптивость, настресс. Я, я так считаю, я умный, я лучше знаю. Это уже слепота духовная. Потому что Бог есть свет, сатна есть источник гордыни, я, я, мое мнение я так считаю, я лучше знаю, я умный. Значит, он себя предпоставил Богу, свету, значит, он тьма. Бог премудрость, значит, он тупость. Если мы не боремся с гордыней, мы становимся с кому-нибудь, сатане. Становимся тупым. Извините, не обижай. Становимся тупым. Чем больше гордынь, тем человек тупее, глупее. Так, Бог жизнь, значит, чем больше гордынь, тем больше к смерти приближаемся. Бог мир, успокоение, значит, чем больше гордынь, тем больше раздражительности, рассеянности, суетливости. У нас нет покоя в душе. Это обычные грехи. Так, ну и грехи современности, я еще раз говорю, зазеркалье, то есть компьютеры, смартфоны и прочая ерунда, нас еще больше ослепляет. Потому что сидя там, находясь там, мы этот мир не хотим воспринимать. Слово Божие, нам, собственно, неинтересно, Евангелие нам уже, да, надо читать, ну ладно, потом в другой раз, я лучше тут проповедь послушаю в смартфоне. Может быть, и надо, не спорю, проповедь послушаю. Ну там, кроме проповедь, там еще и это, и пятое, и десятое, а там еще и сколько разных, которые не проповедуют, свои мысли говорят. Сейчас и священник, таких поименец, которые не Божие говорят, а свои мысли говорят. Скажите честно, вам мои мысли нужны? Лично мои? Да никому. Священник потому и слушает, что он говорит не свое, а Божие. Потом его и ценит, поэтому он слушает, что он Божие говорит. А если он будет свои бредни говорить, как у нас у всех они есть, так, то у меня своих бредней полно. Зачем мне тебя слушать? Так, у меня свои бредни. У меня свои бредни. Так вот, сразу выплывают какие-то чужие мысли. Есть истина Божья, а есть мысли, которые вам дьявол, помыслы, подсовывают. Это разные вещи. Поэтому мысли слушают, а зачем? А, да, зачем будет проповедь? Да, хорошо, все правильно. Ну и чьи-то мысли, обязательно подсказать. А там еще отзывы, или как это называется? Комментарии. все правильно. Там столько умных комментариев, один другого умнее. Когда видел, какая-то эпидемия пошла, не знаю почему. Там Иоанна Кронштадтского грязью поливает, там что-то не шизофрение такое делать. Тоже умные люди, якобы. У них мысли появились, свои. Я вот тебя не понимаю, значит, ты ненормальный. А нет, если я не понимаю, значит, я такой тупой, я ничего не понимаю. Нет, я умный. Я тупой, но я умный. Что, что выходит за рамки 2024? идиотизм. Вот мы себя делаем слепыми. Вот нам сегодня в Евангелии сказано, как человек прозрел, да, не сразу, да, постепенно прозрел, и физически, и духовно, и физически, не сразу, плюнули, помазали, сходил в купель, и духовно, прозрелся человек, пророк, сын Божий. Так вот, давайте не будем делать обратную, давайте не будем делать реверс, путь назад. Потому что сейчас дьявол заинтересован, чтобы мы делали путь назад. Чтобы мы от света Христовой истины, от церкви, которая есть в соединении человека с Богом, в таинство, в первую очередь, в причастие, чтобы мы двигались через эту вот зазеркальную тематую, через свою гордыню, через свое мнение, чтобы двигались назад в ад. Аминь. Продолжение следует...